Всем привет, дорогие друзья! Лето уже совсем близко, наступает долгожданное время отпусков, время рыбалки, охоты и просто выездов на природу. И я, как любитель всего вышеперечисленного, решил таки разбавить тяпляповую тему обзором некоторых клёвых вещиц, необходимых для комфортного отдыха. Меня забросали вопросами, когда же уже будут самоделки, когда закончится эта реклама, народ просто в диком гневе отписывается от канала. Но я не могу не показать этих ништяков, потому что многие из них будут в скором времени прямо или косвенно участвовать в самоделках. Летом планирую их особенно много, всяких разных. Наберитесь терпения, всё это будет, даже не переживайте. Итак, героями сегодняшнего фильма стали сразу два интересных персонажа, для обзора которых мне предоставил интернет-магазин с простым и понятным названием Фонарик. Ссылка на него будет под видео, проходите, там вы найдёте огромное количество самых разных товаров для активного и в то же время комфортного отдыха от лучших именитых производителей. Уж не знаю, это только мне так повезло или не каждому кладут в подарок ещё и фирменный пакетик и вот такой вот маленький фонарик от компании Фонарики, извините за тавтологию. Кстати, хоть и мелкий, но смотрите, какой яркий. Обожаю, когда продавцы делают такие сюрпризы, они копеечные, для них возможно ничего не стоящие. Скажу больше, они и мне может быть нафиг не нужны, но блин, приятно. Я сейчас в двух словах буквально расскажу, покажу, что это такое. Для главных испытаний мы переместимся с вами из моей тесной мастерской на свежий воздух, на солнышко, зелёную травку, в общем, за город. Итак, первый из них вот такой вот набор колющей, режущей, рубящего инструмента фирмы Гербер. Я обратил внимание именно на эту модельку из-за компактности. Я не езжу на недельные туры в тайгу, где необходимо целая лесозаготовительная компания для костра. Я отдыхаю скромнее и чаще всего для этого использую даже не топор, а ножовку. Но без топора в таких походах тоже никак. А мой слишком большой, неудобный. А вот этот прям вот самое то. Плюс, как видите, комплектуется еще и ножиком. Но главная фишка заключается в том, что... Нет, давайте я сначала распакую, сейчас все сами увидите. Вот так вот по-варварски распаковал, но нам упаковка не нужна. Ею много дров не наколешь. Чуть чехол не выбросил, тут еще чехольчик есть. Ну вот в таком виде топор либо вешается на крючочек, либо можно носить на ремне. Есть петелька для ремня. А фишка топора заключается в том, что в его рукоятке в торце имеется вот такая заглушка, убрав которую мы получаем свободное пространство, рассчитанное для нашего ножа. Кроме того, у ножа и в торце ручки имеются два неодимовых магнита, которые позволяют фиксировать наш нож, чтобы он не болтался. Но он болтаться и без них не будет, потому что входит нож сюда очень плотно, подогнали прямо до микрона. Плюс мы же можем натянуть вот эту вот передохранительную резину и тогда нож точно никуда не денется, не потеряется. Очень удобно. Таким образом вы держите в руке уже не один, а сразу два холодных оружия. Топорик немного жирнит, наверное это еще заводская смазка. Вторая вещь, которая вам также будет необходима, это тент. Эта штука спасет вас от дождя, защитит от солнца. Размер тента, так скажем, не рекордный. Три с половиной метра на 2,90. Если топорик имеет американские корни, то этот товарищ у нас изготовлен, по-моему, в Чехии. По-моему, по-моему. Да, Чех Репаблик. Чехия. Есть вот вместе с этикеткой вот такая вот штуковина, которая мне непонятна, но это я вижу заплатка для тента. А вот это то ли буклет, то ли лента. Заплатка, похоже, самоклеющаяся. Так, а это, это все-таки буклет. Рекламный буклет, демонстрирующий на что же еще способна компания Трим. О, да он по размеру как сам тент. Все эти бренды являются одними из лучших в своем классе и за это надо платить. Не знаю как для вас, а для меня лично качество туристического снаряжения имеет большое значение. Так на природе, особенно с ночлегом, условия далеко не тепличные. Езжу я часто не один, а с семьей и детьми. И чтобы не оказаться в ситуации, когда скупой платит дважды, стараюсь сразу брать только качественные вещи. Есть у меня супер палатка размером с гараж, в нее хоть машину загоняй. Куча места, отдельно спальня, отдельно кухня, плюс еще что-то вроде прихожей. И стоит это счастье как тот гараж, но я ни разу не пожалел, что отвалил за нее столько денег. И вообще, еще больше уверился в этом, когда после одной из дождливых ночей на утро мы с семьей проснулись в тепле, сухие и счастливые. А товарищ в своей палатке, сэкономивший на этом инвентаре, был злой, мокрый. И вообще пришлось срочно разводить костер и отогревать всякими народными жидкими средствами. Есть в этой истории один печальный момент. Как видите, есть шнурки, есть штыри для их фиксации. Но, к сожалению, нет стоек. А их нужно две штуки. Но для меня это не проблема. Пока временно возьму от своей палатки гаража. Но потом приобрету их отдельно. Если успею найти, то ссылочку на них также выложу в описании под видео. Так, ну все. Хорош трындеть. Пора ехать. Субтитры сделал DimaTorzok Я установил стойки на две трети своей длины, чтобы прижать тент прямо к земле. При желании можно сделать выше. Нужно только привязать шнурки сбоку. Вариантов установки масса. Все зависит от вашей фантазии. Неплохой наборчик туриста. Он точно надолго пропишется в моем походном рюкзаке. Тем более, что места для этого надо совсем немного. Это все на сегодня. Ссылки будут, как обычно, под видео в описании. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok